Мир с экрана. Сегодня отмечается Всемирный день телевидения. Как делаются новости? Что творится в студии во время прямых эфиров? И каково это работать на ТВ? Ответы в репортаже Татьяны Леонтьевой. Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». Вот так выглядит национальное телевидение в эфире, а вот так в реальности. Вы мечтали побывать на фабрике новостей? Тогда прильните поближе к экрану. Мы начинаем нашу экскурсию. Начнем с места, где рождаются новости. Это редакция телевидения. Давайте заглянем к нашим коллегам. Для того, чтобы получился текст, многого не нужно. Нужен компьютер, стол и самое главное – вдохновение. Но что делать, если его нет? Давайте узнаем. Дима, привет! Скажи, пожалуйста, что делать, когда вдохновения нет? Как ты из этой ситуации выкручиваешься? Отстань, Леонтьева, пишу текст. Что ты делаешь? Расскажи. Вот как ты настраиваешься на то, чтобы что-то у тебя получилось? Обязательно. Чтобы найти вдохновение, особенно на такие сложные темы для экономических программ, обязательно нужно посмотреть хотя бы час какого-нибудь сериала, выпить кружку кофе, поэтому все время кружку со мной. А еще, ну если капец какая прям сложная тема, то вот беру листок и кидаю своего самого нелюбимого корреспондента. А, теперь я знаю, почему ты кидаешься. Когда текст написан, журналист идет на монтаж. Вот именно здесь происходит все самое интересное. Кстати, когда мы берем интервью у наших гостей, мы им часто говорим, не волнуйтесь, мы вас порежем. Так вот, именно здесь сидят те люди, которые и режут наших гостей. Саша, привет! Привет! Саша, скажи, пожалуйста, а кого резать сложнее? Наверное, детей. А почему? Потому что они не всегда говорят четко, но зато это забавно. Саша, ну ты у нас повелитель видео, а какие еще крутые штуки ты можешь сделать с видеорядом? Допустим, мальчику могу я сменить цвет рубашки, могу это все анимировать, будет вращаться. Очень много смешных моментов остается за кадром, ровно как и неудачных дублей, но наши режиссеры их заботливо хранят. Ай-ай-ай, яблочко-калинка! И кюленью зэмэндивол шанчикло. Сегодня у нас в студии председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров. Вениамин Иванович, добрый вечер. Здравствуйте. Вени... Сюжет готов и его можно выдавать в эфир. Кто за это отвечает? Инженеры телевидения. Добро пожаловать в центральную аппаратную. Вот она здесь, Артем. Артем, привет. А как сюжет выходит в эфир? Ну, сюжет выпускается через программу Синеджи. Сюда загружается, запускает плей и как бы выходит в эфир. А теперь отправляемся в святую святых нашу студию. Здесь как раз наша ведущая Юлия Важенина готовится к вечернему выпуску новостей. Юлия, привет. Что делаешь для того, чтобы речь звучала четко и каждый житель республики и нашей страны тебя услышал и понял? Конечно же скороговорки, куда без них. Скороговорун скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки перескороговорить да перевыскороговорить. Но за скороговорившись, скороговорун скороговорил, что всех скороговорок ему не перескороговорить, не перевыскороговорить. Ну а теперь хотелось бы остановиться на том, что наши новости всегда выходят в прямом эфире, а прямой эфир – это стресс, это переживания, это нервы. Как справляешься? Ну да, это стресс, это очень важно, потому что здесь и сейчас ты вещаешь, тебя смотрит вся республика, и нельзя облажаться, нельзя сказать что-то не так. Работа на телевидении помогает нам побывать там, где душа пожелает. Например, в Париже. Или, например, в Китае. Или на настоящем морском курорте. А здесь очень даже хорошо. Но в основном мы бываем здесь, в этой студии. Ну руководит всем рабочим процессом наш директор Оксана Очкасова. Оксана Ивановна, ну расскажите о грядущих планах нашего телеканала. Ой, планы у нас, как обычно, наполеоновские. Приехала новая техника, это значит, что мы будем еще круче снимать, это будет еще более качественная картинка. Я думаю, что мы много всего нового телезрителям подарим. Я думаю, что всех мы порадуем нашей новогодней, новогодним сбором разных передач и концертов, которые точно порадуют всех. Ну и, конечно, на новый сезон, ну как на новый сезон, с января, ну практически, да, со второй половины января в эфире появятся новые программы, это будет и новое утро. Ну еще много всего, сюрпризы, как обычно, будут, и я думаю, что не обманем ожиданий. Ну что, всех нас с этим прекрасным праздником, с Всемирным Днем Телевидения, ура! Ну а я присоединяюсь к вышесказанным поздравлениям и отправляюсь делать другие новости. До встречи в эфире Национального Телевидения Чувашия. Субтитры создавал DimaTorzok